Всем привет, друзья! Продолжаем снимать видео с гантелями. Сегодня я вам покажу несколько упражнений на бицепсы, как накачать бицепсы, так как их нереально накачать без гантелей, поэтому нам пригодятся гантели. И вот они у меня по 6 килограммчиков. Этого достаточно, честное слово. Я никогда не качал бицепсы с огромными весами. Я там не поднимал по 60 килограмм на битке, просто не потел вообще. Я делаю на бицепсы упражнения с маленькими весами, ну, относительно маленькими весами, где-то по 10-15 килограмм, да? Вот. И я делаю много повторений просто. И если вы скажете, что это неэффективно, то я вам покажу свои битки и скажу, что это эффективно. И я не только делал, естественно, с гантелями. Большую массу, большую часть своих бицепсов я накачал на турниках. Но сегодня не об этом. Сегодня мы поговорим о гантелях, которые прорабатывают нашу рельефность бицепсов. То есть, если хотите, чтобы ваши бицепсы были рельефные, красивые, а не заплывшие в жиру такие, то делайте с гантельками, которые будут прорабатывать ваш рельеф. Погнали! Первое упражнение. Первое упражнение – это обычное упражнение подъем гантелей на бицепс. Прикол этого упражнения в том, чтобы вы делали на подъеме быстрее, опускали на негативной фазе медленнее. Получается вот таким вот образом. Естественно, не забывайте правильно дышать. Когда вы делаете усилие, вы делаете выдох. То есть, на усилие... А когда опускаете вниз, вы делаете вдох. Делается это так. Заметьте, когда вы поднимаете гантелю, она в изначальном положении у вас вот в таком. Когда вы поднимаете гантелю, она скручивается вот таким вот образом. Когда вы ее скручиваете, вы делаете больше нагрузку на бицепс. При скручивании бицепс усиливается. Если вы даже посмотрите, сделаете без гантели, да? Если вот так поднимаете руку, то бицепс напрягается, да? Но если вы скрутите его так, то бицепс гораздо сильнее напряжется. В этом весь прикол этого упражнения. А вот теперь мы рассмотрим следующее упражнение, которое называется «Молотки». Я об этом говорил в упражнении перед этим. Вот именно в этом упражнении мы делаем вот такие вот движения. Поочередно. Оп, 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 оп. Тоже не забываем на подъеме делать выдох, на спуске вдох. Делаем, ну, когда мы вверх поднимаем, мы поднимаем быстрее. Когда опускаем, медленнее. Как во всех упражнениях, все, не забывайте про это. Не забывайте про дыхание, не забывайте про технику. Делается это упражнение так. Вот, друзья, что качает это упражнение? Это упражнение качает бицепс. И многие спрашивали, как накачать брохиалис. Это мышца, которая находится между трицепсом и бицепсом. У меня ее не видно, но если эта мышца накачана, то она придает, ну, более красивую форму вашему бицепсу и вообще вашей руке. Вот. И именно это упражнение качает брохиалис. Если хотите брохиалис, то нужно делать это упражнение. И, кстати, если вы хотите иметь брохиалис все время, то вам придется качать его постоянно. Потому что если, ну, запустить его, то он исчезнет. Нужно прорабатывать его постоянно. Поехали. Следующее упражнение. Следующее упражнение, одно из моих самых любимых упражнений, это подъем гантели. Вот в таком вот положении. Смотрите, берем гантелю, ставим руку сюда, опускаем плечо вниз, тем самым обездвиживая его и снимая нагрузку. Полностью снимая нагрузку с плеча, оно расслабленное вообще. Когда мы поднимаем, оно расслабленное, вот, оно не напрягается. То есть, опускаем плечо, ставим локоть наш вот сюда, это будет как подставка. Эту руку ставим сюда для опоры и поднимаем вот таким вот образом. Тоже. Поднимаем речи, опускаем медленнее. Поднимаем речи, опускаем медленнее. Концентрируемся на нашем бицепсе. Тоже поднимаем, выдох, опускаем вдох. Старайтесь на полную разгибать руку в нижней фазе, потому что тем самым мы растягиваем мышцу, и она сильнее рвется. Ну, вы понимаете, в каком смысле рвется. Она лучше будет качаться тогда. Еще бы, друзья, я хотел вам посоветовать вот такое вот упражнение. Садимся, значит, на диван, либо на кровать, где у вас есть такой подлокотник. Берем гантелю, ставим руку вот таким вот образом, упираемся другой рукой, ну, в подлокотник, чтобы нам не упасть, и делаем вот такое вот упражнение. Я делаю это упражнение в зале, на скамье, двумя руками, с гантей, ой, со штангой, и это одно из моих самых любимых упражнений. Я обещал вам показать в зале, но как-то все руки не доходят, я обязательно вам покажу это упражнение. Или уже показал, неизвестно, когда я выставлю это видео. Вот, короче, это мое любимое упражнение. Дома его можно выполнять вот таким вот образом, если вам, конечно, удобно будет. Если у вас есть возможность сделать скамью самостоятельно, то сделайте, это классное упражнение. Прорабатывает бицепс, и, как я уже сказал, это мое самое любимое упражнение. И еще второе упражнение тоже в зале, это с блоками. Тоже покажу его вам, когда в зале буду. Ну вот и все, друзья. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам эта информация была полезна. Покажите это видео своим друзьям, если вы считаете это нужным. И поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. И до скорой встречи. А нет, сначала попозирую. Пока! Субтитры подогнал «Симон»